Послушайте, вот мы смотрим, что происходит в Украине, гибнут люди, гибнут женщины, дети. Я вчера смотрела передачу, дебаты были, все главы там партии выступали, но у меня страшно. Понимаете, если реально узнать, что происходит в Украине, можно вообще закрыться и, ну, ну не знаю, попасть в психушку, потому что это действительно дико, это ужасно. И ты понимаешь, что если, не дай бог, коснется это нашей страны, ну, я даже боюсь об этом думать, скажу вам честно. У меня двое детей, и не только у меня, ну, как бы мы все живем, мы все хотим жить мирно, мы хотим счастья. И все сейчас молимся только за то, чтобы не было войны, правда. Боже, я не знаю, что должно произойти, чтобы только не началось ничего. Нужно приложить все усилия для того, чтобы все-таки как-то найти... Я понимаю, что Америка просто вот на примирение не пойдет. Ее можно только обхитрить, ей можно только сделать какое-то предложение, от которого они не смогут отказаться. Но надо все силы включить, чтобы только объяснить этой стране, что война — это катастрофа для всех. В войне выигравших нет. И если правительству Америки наплевать на собственный народ, ну, я не знаю, тогда надо как-то их заставить. Как? Я не знаю.